Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Надежда Мещерякова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Президент Республики Татарстан Рустам Мениханов встретился с руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой. На встрече в Доме правительства обсудили вопросы поддержки одаренных детей и молодежи, а также развития республиканского центра «Сириус». Участие в мероприятии принял ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. В императорском зале Казанского университета прошла встреча с директором Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук Андреем Головневым. Он выступил с речью на тему народоведения в России – активизации культурного потенциала многонациональности. Смотрим. Андрей Головнев – широко известный специалист в области этнологии и истории Северной Евразии. Методологии, истории и антропологии – автор более 270 научных публикаций, в том числе шести авторских монографий, а также автор десяти антропологических фильмов, отмеченных призами отечественных и международных кинофестивалей. В России невозможно не быть стихийным этнографом. Если вы проехали по России, вы вернетесь этнографом, потому что страна состоит из народов. И это стало национальной идеей, это стало фундаментальным знанием. Всю свою жизнь Андрей Головнев занимается исследованием народов и культур. Он рассказал о современной этнографии с акцентом на ее происхождение. Это знание происходит из практик самопознания России и Российской империи с XVIII века и возобновляется, возрождается всякий раз, когда что-то у нас меняется. Главная мысль доклада состояла в том, что наука народоведения – почвенная для России. Поэтому для того, чтобы правильно оценить значимость и этих знаний о народах, и значимость самих народов, значимость этничности как одной из основных форм идентичности, и коллективной, и индивидуальной, нужно понимать, что наука и этнография – это фундаментальное знание о самих себе для жителей России. Начало сотрудничества Казанского университета с Кунсткамерой продолжает тенденцию на активизацию взаимодействия с ведущими академическими учреждениями России, начало которой было положено несколько лет назад. Елизавета Никитина, Фарид Захид Таглы, Универньюз. В Казанском университете состоялось заседание тематических площадок Общероссийского народного фронта по актуальным социальным вопросам. В мероприятии приняли участие ректор Ильшат Гафуров и сопредседатель Центрального штаба Елена Шмелева. Подробнее об этом вы узнаете в нашем следующем выпуске. На площадке Института международных отношений Казанского университета состоялся круглый стол, посвященный государственно-исламским отношениям. Мероприятие прошло под председательством научного руководителя Института востоковедения Российской академии наук Виталия Наумкина. Все подробности далее. Встреча организована в смешанном формате. На ней, в частности, подвели итоги научных исследований, посвященных развитию государственной политики по отношению к исламу в России и арабском мире, а также механизмам различных институтов, регулирующих взаимодействие этих сторон. Мы сталкиваемся с новыми вызовами, с новыми угрозами, которые ведут к тому, что отношения между государством и мусульманскими сообществами, они трансформируются, они меняются. Мы видим, что мусульманские сообщества начинают играть более активную роль, они становятся, появляется сектор, такой исламский сектор внутригражданского общества. В качестве докладчиков на мероприятии выступили представители Московского института востоковедения и других регионов страны. По словам участников, проект был инициирован еще в 2000 году в связи с развитием российской и мировой уммы, то есть религиозных общин. Я думаю, что традиционно Казань сохранит то место, где эти две точки встречаются, и мы будем продолжать наш проект по исследованию и российских регионов. Диана Жленкова, Ленар Тавлетьяров, Универ Ньюс. Указом президента Республики Татарстан за заслуги в области образования медалью за доблестный труд наградили проректоры по цифровой трансформации и инновационной деятельности Казанского университета Дмитрия Пашина и заведующего кафедрой минералогии и литологии Владимира Морозова. Также за вклад в развитие предпринимательства в республике и плодотворную научно-педагогическую деятельность, почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан» присвоили доцентру кафедры общего менеджмента Казанского университета Айдару Булатову. До конца мая уже начать говорить, обещают создатели курсов по татарскому языку, а главное их пройти может каждый житель Казани и абсолютно бесплатно. Объявляем курсы татарского языка для населения открытыми. В институте филологии и межкультурной коммуникации большой праздник. Свыше тысячи человек пришли подать заявление на обучение татарскому языку. Некоторые даже привели всех своих членов семьи. Я пришла сегодня с детьми старше 24 года, младшему 10. Вот такое большое количество желающих уже показывает интерес в этом году у населения татарскому языку. Курсы объединили людей разного возраста и национальности, а на вопрос, для чего стоит учить татарский, у каждого ответ свой. Мне 51 год. Пришел на татарский язык, чтобы улучшить знания. Мне 22 года, у меня начальный уровень знания татарского с целью того, чтобы мог общаться в среде. Я интересую татарский язык. Я думаю, что учить татарский язык мне несложно. А у вас куда? А где? Когда приезжают пациенты из деревень, из окрестностей, с ними тяжело общаться. И зная татарский язык, мне будет легче понимать их. Довольно перспективный язык. И, как я считаю, эти курсы очень правильные. Шесть месяцев слушатели курса будут ходить на занятия два раза в неделю по три часа. Организаторы считают, что время будет проходить быстро. Потому что люди, вот эти слушатели курсов, они будут общаться, они будут повторять вот эти знания, которые они получат на курсах. Особенность курсов в упоре на коммуникацию, чтобы люди сразу научились применять свои знания на практике. Язык можно выучить быстро. Самое главное – желание, мотивация и хороший преподаватель. Курсы по изучению татарского языка открылись в Елаборском институте Казанского университета. Это помогает нам объединять, оставлять, созидать нашу культуру, нашу культуру татарского языка. А в самом деле татарский язык, он очень богатый, он очень красивый, интересный. Месяц раздумий и руководство мессенджера WhatsApp объявляет об окончательном решении изменений в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в Facebook. Подробнее в нашем следующем сюжете. В настоящее время любой программный продукт является источником сбора информации. Он может содержать как персональное сведение, так и некоторую частную информацию. К примеру, местонахождение человека и какие-либо действия на его устройстве. Обычно у программных продуктов есть определенные пользовательские соглашения и настройки. Как раз в настройках и находится информация о том, какие сведения используются в деятельности определенного продукта. То, что сейчас мы видим на примере WhatsApp, ну это такой частный случай, который показывает, что, в общем-то, компания действительно может использовать сведения, получаемые от своих пользователей в интересах и других, третьих сторон. Но в данном случае Facebook является компанией, которая является разработчиком WhatsApp. Есть такое понятие, как корпоративный скопер. В таком случае данные, полученные из одного программного продукта, предоставляются в пользование другому. Но WhatsApp и Facebook решили это дело узаконить путем получения согласия от пользователей. Если он не согласен с передачей части информации о его активностях, то разработчик отстраняет его от сервисов. Так или иначе, у любого программного продукта могут быть как открытые возможности, так и скрытые. Что касается скрытости, то здесь пользователь не может определить, какая именно информация собирается, передается и в последующем используется. Но в политике WhatsApp все немного иначе. Здесь, в общем-то, в пользовательском соглашении прописывается, какого рода информация будет передана, то есть какая информация используется программой WhatsApp, и, соответственно, какая информация будет передаваться в Facebook. WhatsApp и Facebook – компании, которые находятся под единым управлением. Поэтому использование базы данных от одного программного продукта, скорее всего, закономерно и для использования другого, в том числе для продвижения рекламного контента и для более эффективной настройки предложений и сервисов для пользователей. Речь не идет о передаче личной информации, то есть речь не идет о доступе к контенту, не идет речь о конкретной переписке, об адресной книге. Здесь, в первую очередь, по крайней мере, пока описываются такие параметры, как геопозиция, как IP-адрес гаджета. Весь официальный перечень запрашиваемых и передаваемых параметров представлен в пользовательском соглашении, поэтому каждый пользователь сам принимает решение – остаться или уйти. Энджи Минебаева, Универньюз. На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok